здравствуйте друзья понедельник новая неделя началась и мы сегодня немножко подежурим по америке и я скажу что завтра в штате миннесота будут выборы и у демократов и у республиканцев промежуточной внутри партийной и эти выборы как бы в такой момент времени происходит когда многие считают что вот где-то сейчас перелом должен какой-то произойти такой вот что-то такое должно случиться сандерс если вы помните но может не помнить там неважно из последних шести штатов а в пяти победил hillary клинтон получилось это просто в силу того какие штат вот есть штаты где у hillary сильная поддержка есть штаты где у hillary слабая поддержка надо сказать что у сандерса нет проблемы с денежкой то есть он хорошо собирает денежку и это раздражает клинтон потому что она вот как-то уже высказывалась что он вообще какой-то так мол мол неправильно деньги собирают но дело в том что первым человеком который собирал деньги нетрадиционным способом на интернете был сам президент обама он когда стал президентом он у него денег было втрое больше чем у значит там кто там маки с макеином туда вот у него было втрое больше денег и ничего вроде по-честному получилось и как раз когда клинтон то с ним тогда стала до госсегретарем в этой парочке так вот к чему я рассказываю что сейчас она возмущена что вот у него много денег а у него есть вот люди жертвуют дальше что еще буквально ну там неделю назад прогнозы на демократическом поприще штате миннесота были такие что клинтон его бьет а сейчас прогнозы такие что он ее причем как бы достаточно уверены то есть где-то там говорят не очень понятно ровная мол так ровная ситуация так плюс-минус там пару процентов не поймешь а на некоторых показывают в основном в большинстве опросов там есть сервисы которые этим занимаются их там 67 основных сервисов вот значит один из них говорит что там сомнительно кто а остальные говорят что сандерс вот соответственно значит нервничает клинтон и так далее это это у нее прямо на лице у нее лицо такое нервическое и ну вот не симпатичная тетка конечно там очень интересный был такой мне понравился казус когда сейчас знаете сравнивают кандидатов от разных партий там и так далее все подряд сравнивать как как вот они друг другом на национальных выборах на общих выборах как они будут получается что у республиканцев против клинтон например самый успешный это вот этот кейсик который там можно сказать совсем там никакой да никак не конкурирующий не с трампом не с крузом но никак так вот он из них против клинтон больше всех набирает единственный кто ее бьет значит так по серьезному дальше что интересно когда сравнивают трампа с клинтон клинтон его серьезно побеждает но намного серьезней трампа побеждает сандерс потому что клинтон чем ног народу не любит а сандерсы мало народу не любят то есть фактически побеждает не тот за кого больше симпатии а тот за кого меньше антипатий Вот получается, что в этом смысле Сандерс как бы бьет Клинтон. Но сказать, что у него есть какие-то шансы на то, чтобы быть номинантом от демократической партии, это было бы большим преувеличением. То есть, скорее всего, у него ничего не получится. Но есть какая-то волна, которую с одной стороны он запустил, с другой стороны в воздухе висит. Вот то, что штат Калифорния сейчас принял решение. К 2023 году, за 7 лет, перейти на 15 долларов минимальную ставку, минимальную зарплату, 15 долларов в час. Поскольку для этого не нужно решение целого штата, это можно в отдельных муниципалитетах, в отдельных юрисдикциях производить. Так вот, сейчас уже прямо волна пошла разных городов и висей, которые у себя принимают какие-то повышенные ставки, минимальные оплаты. Ну, действительно, есть места, где дороже все, ну чего же. Ну, не в масштабах штата, но где-то. Федеральный уровень минимальной оплаты у нас сейчас 7,25, насколько я помню. 7,25. Когда мы приехали сюда, это было что-нибудь доллара 4, в районе 4 долларов. 25 лет назад было 4 доллара. У меня такое ощущение, что на те 4 доллара можно было больше купить, чем на нынешние 7. Ну, я не уверен, это так. Может быть, субъективно. Хотя, куча в Калифорнии на 7 много. Вот у нас тут, в дорогой Калифорнии, где мы тут с вами проезжаем сейчас, тут не проживешь на эти деньги. Вот. Так вот, запустился какой-то такой маховик. Мы не знаем, кто там победит и чего они станут делать, но вот уже как бы мысль начала работать в эту сторону. Популярная идея. И вот пошло, пошло, поехало. Да, так вот, смотрите, как интересно получается. Вот Миннесота, где маятник, так сказать, симпатий, который был резко на стороне у Клинтона, значит, вдруг перебросился на сторону Сандерса. Там впереди, конечно, через недельку-то у нас серьезные там бойцы вступают, у нас Нью-Йорк будет голосовать. И Нью-Йорк это как бы, ну, это не то, что родина там, скажем, Клинтонов, но во всяком случае они туда переехали, и Хиллари была два срока сенатором от штата Нью-Йорк. То есть как бы она там, ну, можно сказать, своя, по-своему. Вот. И Трамп тоже, так как бы у них, так они оба. Ну, посмотрим. Я не думаю, что у Сандерса есть шансы в Нью-Йорке, но вы знаете, что вот когда вот на такое смотришь, как быстро меняются симпатии, так не знаю, что может быть. Клинтонше мешает то, что она начинает нервничать, срываться, злобствовать, у нее прямо лицо перекашивается. И это ей, конечно, не в плюс. Но, опять, есть люди, которые все равно за нее голосуют, независимо от того, чего она там натворит. А есть люди, так сказать, ну, со стороны, что ли, глядящие. И, конечно, это неприятно за таких вот голосовать. Много антипатий. То есть не знаешь, что тетка выкинет. 69 лет. Я даже вот на самом деле с точки зрения того, что когда президента выбирают и вроде так и думают, ну, если успешный президент, два срока будет, да? Значит, если она вот так 69, в 70 она заступит, там до 78, вот если два срока. Как-то даже стрёмно немножко, знаете. Хотя Сандерс и еще старше. В общем, такие дела. Ждем, ждем. Вот, значит, Миннесота. Это будет завтра. У Трампа тоже там не очень благополучно. То есть все опросы до единого. Показывают, что первым придет Круз. И это существенно на самом деле, потому что получается, что Круз как бы сейчас становится альтернативной Трампу кандидатурой. При том, что он раньше тоже был из бунтарей. То есть его не рассматривали как ставленника от эстеблишмента. Но сейчас уже получается, что он становится таковым. Он смеется на этим. Он говорит, ну смотри, эстеблишмента на меня теперь ставку делает. Вот он как-то у меня такая веселуха. Но, ну что, а что делать? Вот. И как-то начинают его поддерживать. Да, многие люди, которые голосовали за Рубио, сейчас говорят, что они поддерживают Круза. Ну просто, чтобы не допустить вот этого всего. Еще один момент интересный наблюдается. Если мы посмотрим на республиканцев в Конгрессе США, и сенаторы, и из палаты представителей народа. Из них никто практически никогда пока еще официально не делал индорсмент. То есть не выражал поддержку Трампу. Они как-то от него дистанцировались. Но сейчас начинается другой процесс, более такой сложный. Потому что в тот самый день, когда будут избирать президента, будут избирать треть палаты Сената. Треть Сената переизбираться будет. И полностью переизбирается палата представителей, которая на два года выбирает. Значит, если Трамп, который дискредитирует партию фактически, станет ее кандидатом на съезде, это на самом деле очень негативно скажется на тех республиканцев, которые не обязательно уверенно себя чувствуют в своих округах, где они избираются. То есть очень много же таких, где, ну, так вот, немножко туда, немножко сюда, глядишь, уже другой человек, там, в палате представителей от другой партии и так далее. И они боятся, что вот эта вот волна негативизма в отношении Трампа, она их сметет просто. И что если сейчас республиканцы имеют большинство и в палате представителей, и в Сенате, то они запросто могут потерять и то, и другое, вот, в результате этого всего. Поэтому чесание репы партийным руководством, оно, видимо, там такое интенсивное. Что делать? Поначалу что получалось? Значит, что кандидатура Трампа настолько была такой комичной, клоунадной, знаете, цирковой, что никто и всерьез воспринимать не мог, ну, вот я в том числе. Вот. И поэтому никто и не суетился особо. А сейчас, вот, чем больше эта кандидатура начинает приобретать такие драматические оттенки и как-то приближаться к реальности чего-нибудь такого, тем больше стаскивается, как бы, сил в лагерь против Трампа. То есть начинается какая-то такая мобилизация. Вот интересная цифра была. В демократическом лагере, значит, опрашивали людей, которые, хотят ли они приять участие в выборах. Демократы делают. Значит, они периодически это делают. Потому что на самом деле многие же не ходят, поэтому для политических кандидатов очень важно привлечь новый контингент людей, которые придут и вот как-то добавят к электорату, соответственно. В свое время Обама привлек много молодежи, когда баллотировался. То есть люди, которые никогда бы и не пошли голосовать, вдруг пошли. Сейчас говорят, что Трамп там кого-то привлек. Но, как бы, контингент Трампа в значительной степени это белые, необразованные люди. Вот, ну вот, не суть. Значит, так вот выясняется, что с января по март, буквально тут сколько прошло, ну пусть будет 3 месяца, 2,5 месяца, на 10% увеличилось количество людей, которые хотят пойти на выборы. Потому что уже имеется в виду национальные общие выборы. Потому что, ну, невозможно же, то есть чем, ну, так, так, чтобы Трамп какой-то. Поэтому он, как бы, очень много противодействующих сил мобилизует. Поэтому чем ближе к делу, тем больше будет вот это сопротивление. Поэтому те опросы, которые сегодня показывают, что Клинтон бьет Трампа, там, дабл-диджит, да, то есть там не как-то двузначным, двузначным количеством процентов, чисто двузначное число. Вот. Да, да, потому что, ой, мама, то, что тут что-то поднаписали, резервт, чего, 49,70. А-а-а, это наши, я понял. Резервт 49,70, это чтобы на паркинг нашего билдинга, это мы 49,70, это наш билдинг, чтобы чужие люди не остановились. Из других билдингов. Наверное, кто-то жалуется, я не знаю, мы не жалуемся, мы вообще, только на нас жалуются, мы вообще не жалуемся. Вот, значит, друзья, я так уже под конец на себя камеру сдвинул. Я потихонечку дежурство складываю с себя. Завтра у нас будет вторник, соответственно, будут выборы в... Да, значит, будут выборы, и мы посмотрим. Но это только в конце дня будет известно, что там, как проголосуют люди. Вот, и я вам расскажу отдельно. Потому что, на самом деле, это не то, что вот один штат, а это как бы такое видение, что этот штат какую-то такую переломную функцию в себе несет. Ну, или да, или нет, посмотрим. Но спекуляций много на эту тему. Счастливо!